Андрей Караулов Андрей Караулов Абсолютный лидер партия Максима Шевченко. 84% голосов. И конечно такой результат это очередной большой позор Единой России. Ролик на канале Андрей Караулов, он называется, лучше зачитаю, чтоб не ошибиться. Итоги нашего голосования, которых никто не ждет. Его там легко посмотреть. И кстати это не единственная сенсация данного вопроса. Есть и еще одна. Как известно, до недавнего времени люди в нашей стране, как любили выражаться журналисты, голосовали ногами. То есть попросту не ходили на выборы. И это все очень устраивало номенклатуру. Теперь же ситуация поменялась. И поменялась напрямую противоположную. Явка на сентябрьские выборы обещает быть массовой. Во всяком случае из зрителей канала Андрея Караулов, принявших участие в вопросе, на выборах собралось идти 74%. Это кстати еще не все. 10% пока не определились, идти на выборы или не идти. Но по всему явка реальная будет еще выше. Еще одна интересная деталь. По итогам голосования на канале, что называется, ноздря в ноздрю, идут две партии. Единая Россия и ЛДПР. За обе партии собрались проголосовать 2% окрушенных. В партии двух Владимиров, Владимира Путина и Владимира Жириновского, в плане поддержки их избирателями, похоже, сравнялись. Вот что об этом сказал сам Андрей Караулов. Я несколько сократился тут. Ну и итоги голосования. Единая Россия. Мои поздравления Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 2%. Как и ЛДПР. Мои тоже поздравления Жириновскому. Договорился. Итак, 2% людей, которые готовы голосовать за Единую Россию и ЛДПР. Зюганов. Сначала было 7, потом 8. В итоге 9%. Второе место. Самый невероятный результат. Я, Караулов, утверждаю, что 84% граждан Российской Федерации готовы голосовать сегодня за партию Максима Шевченко. 84%. Что здесь нужно сказать? Несмотря на всю сенсационность результатов данного вопроса, думаю, они ожидают. Люди уже не верят. Ни власти, ни системная оппозиция. Но если с Единой Россией и Путиным, как говорится, все понятно, то думаю, с КПРФ и с Зюгановым все несколько сложнее. Кто регулярно читает комментарии на моем канале, тот знает, как много нелицеприятного люди левых убеждений пишут в адрес Зюганова. И если этого нелицеприятного и меньше, чем в адрес Путина, то ненамного. Люди сегодня Зюганову тоже не верят. И, скажем так, очень и очень не верят. Но и понятно, ему не верят люди левых убеждений. Почему не верят? Люди считают, что Зюганов продался Путину и Единой России. И предал дело коммунизма и вообще левое дело. И таких комментариев на нашем канале на Земле просто невероятное количество. Касательно же грандиозного успеха на канале Андрея Корового, партии Максима Шевченко, напоминаю, она называется Российская партия Свобода и Справедливости, РПСС. То здесь, думаю, все ясно. Причины здесь, на мой взгляд, две. Во-первых, Максим Шевченко популярный политик-блогер. Ну а вторая причина, недальновидная политика Путина и Компании. Я уже говорил, что в условиях все растущей социальной активности народа подавлять эту активность силой, это даже не тушить пожар бензином, а тушить его наполном. Но именно этим сейчас активно как раз и занимаются Путина и Компания. Сегодня они очень дискредитировались. Я в глазах народа выключил из политической игры Алексея Навального и Николая Платошкина. И чего они этим добились? Только одного. Их место в политической нише тут же занял Максим Шевченко. И это закономерно. Какими бы ни были, что Алексей Навальный, что Николай Платошкин, что Максим Шевченко, что другие политики-блогеры, а их, к слову, с каждым днем все больше и больше. Но у них над Путиным и Компанией есть грандиозное преимущество. На их стороне сегодня правда. А против правды есть только одно эффективное оружие – блокада информации. Но установить ее сегодня на мемклатуре не по плечу. Ей не по плечу взять под контроль интернет. А значит, репрессии будут только усиливать социальную активность. Что простых людей, что блогеров. Это уже не говоря о том, что блокада информации аморально по определению. Бороться с правдой – это самое страшное и, что еще хуже, самое отвратительное преступление из всех возможных. С позиции ноосферного мировоззрения, сторонником которого я являюсь, блокада информации – это самый верный признак фашизма. И не случайно Иван Ефремов в романе «Час быка» – мой любимый, кстати, писатель Иван Ефремов, подчеркнул, что режим, установивший блокаду информации, должен быть уничтожен любыми способами. Плоть до прямого военного вторжения из космоса. У него в этом романе – это первый закон цивилизации Великого Кольца. Надеюсь, мы еще поговорим о ноосферном мировоззрении подробно, когда будем готовы к этому разговору. Но кое-какую информацию я уже даю. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за просмотр!